Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про вот такую полезную или бесполезную, в конце видео выясним эту штуку, как батарейный блок или бустер для камеры. В двух словах, что он делает? Он увеличивает как размер камеры, так и автономное время, время работы от аккумуляторов. Для начала давайте соберем его, как это собирается, как это работает. Итак, у вас внизу камеры обычно ставится батарейка. Одна батарейка. Закрывается, все работает. Здесь же мы снимаем крышечку. У всех, во всяком случае, канонов точно это предусмотрено. И у нас остается дырочка для бустера. У бустера заглушка, снимаем заглушку и просто вставляем это дело в камеру. Закручивается это дело все. И когда оно закручивается, выглядит достаточно монолитно. То есть выглядит как единое целое. А в бустер вы уже вставляете аккумуляторы. А аккумуляторы вы вставляете в бустер целых две штуки. Поэтому время работы и увеличивается. И бустер вы вставляете уже в камеру. Готово. А, еще один немаловажный нюанс. Чтобы ваша крышечка от батарейного отсека не потерялась, эта крышечка удобненько укладывается в сам бустер. Вот так вот. Вот. И теперь она у вас никуда не денется. То есть вам ее не надо даже в карман никакой кидать, чтобы где-нибудь посеять. Итак, о плюсах и минусах батарейного блока. Во-первых, это красиво. Ну, на самом деле, в этой шутке доля правды тоже есть. Камера с бустером выглядит гораздо больше, гораздо профессиональной. Например, вот эта вот старенькая 650-ка, которая выглядит чуть ли не как мыльница. Она очень маленькая. Но с батарейным блоком она получается чуть ли не в два раза больше. И выглядит это покруче. Если вам надо немножко пустить пыль в глаза, то батарейный блок в этом случае полезный. Для многих беззеркалок, маленьких беззеркалок, там типа соневских, батарейный блок я вообще в комплекте бы прилагал. Потому что у вас улучшается хват камеры. Маленькие беззеркалки, они невысокие, они короткие. И ваш мизинец всегда болтается в воздухе. С батарейным блоком у вас очень удобный хват. У вас ложится полностью рука на него. И это удобнее. Для меня это не маловажный момент. Потому что я часто работаю репортажку с рук. И вот здесь эта штука очень помогает. Далее. Увеличивается время автономной работы без замены аккумуляторов. Это небольшая проблема. Потому что вы можете поменять аккумулятор. И у вас все равно, если это фотик DSLR, у вас есть 30-минутное ограничение времени записи. То есть у вас все равно есть стоп и разгон. Вам в любом случае надо будет переразогнать камеру. Но тем не менее, менять батареи вам нужно в два раза реже. Потому что их там две. Плюс для фотографов и бесполезная фича для тех, кто снимает видео. У вас появляется вертикальный хват. Вертикальный хват для вертикальных фоточек. Потому что на бустерах есть кнопки управления, которые у вас находятся под большим пальцем при вертикальном хвате. И кнопка спуска затвора. То есть, когда вы делаете вертикальные фоточки, вам удобно держать камеру. Вы не выкручиваете руку сверху, сгибая запястье непонятным образом. А вы держите камеру нормально. И управляете ей тоже комфортно. Колесико, кнопка спуска. Далее, бустер спасет вас. Если у вас сели все аккумуляторы, вам негде зарядиться, вы можете кормить камеру пальчиковыми батарейками. Во всяком случае, у кеноновских бустеров есть вот такая вот штука, куда вы вставляете 2, 4, 6. 6 пальчиковых батареек. И кормите камеру в какой-нибудь далекой экспедиции, где вообще нет сети. Кормите ее кучей пальчиковых батареек. Но это экономически нецелесообразно. Она вставляется, кстати, просто вместо родных аккумуляторов. Вы вставляете сюда пальчиковые батарейки и вставляете это дело в камеру. Но это экономически нецелесообразно, как я говорю. И батареек можно купить целую кучу, учитывая то, что на Алиэкспрессе есть и дешевые китайские копии. Я не думаю, что кормить пальчиковыми батарейками будет выгоднее, чем просто купить ведерко обычных аккумуляторов. Действительно полезная функция, то, что на некоторых камерах, когда площадка штативная большая, поменять аккумулятор, не снимая со площадки, не получается. И вам нужно, чтобы поменять аккумулятор, снять камеру с штатива, даже с площадки. Снять со штатива, снять с площадки, потом поменять аккумулятор, и потом обратно это все дело собирать и продолжать запись. Если у вас стоит бустер, батарейки меняются сбоку. Вам не нужно снимать камеру со штатива, вы меняете на любом штативе аккумуляторы без проблем. Вот это действительно полезно, потому что у меня часто используются большие телевизионные штативы, хоть и на маленькой DSLR камере, но штативы я использую хорошие, с хорошей головой, чтобы были хорошие панорамки. И вот иногда получается, что штативная площадка мешает поменять аккумулятор. Здесь же все отлично, все очень удобно. Вес камеры увеличивается. Не знаю, отнести это к плюсам, иногда к плюсам, иногда к минусам, потому что с одной стороны таскать две батарейки в два раза тяжелее, ну не так уж сильно, но иногда более стабильная камера при ручной съемке, более тяжелая камера, это даже хорошо. Поэтому это такой и плюс, и минус, смотря для каких условий. То есть, в общем, как бы минусов особых у батарейного блока нет. Но, тем не менее, имея батарейный блок, я его практически не использую. Вот буквально пару съемок, когда я его одевал, дальше он у меня просто валяется и абсолютно не используется. Мой выбор, это просто ведро аккумуляторов и две или три зарядки. Я беру с собой, если я знаю, что у меня длинная съемка, я ставлю, у меня одни аккумуляторы работают, одни аккумуляторы заряжаются, у меня не было такого, чтобы у меня заканчивались аккумуляторы, мне нечего было поставить в камеру. У меня в кармане всегда один-два запасной, два-три стоят на зарядке, один работает в камере. Вот не было у меня вариантов, чтобы закончились аккумуляторы. По сути, при этом батарейный блок удлиняет время непрерывной съемки без замены аккумуляторов. Но, опять же, если я снимаю что-нибудь такое постоянно говорящее, то у меня все равно работают две камеры. И замена аккумуляторов производится не одновременно. Поэтому в монтаж может идти видео с одной камеры, пока вы меняете батарейку в другой. Так что, ну вот, не вижу я особой проблемы, если у вас нет батарейного блока. Но при этом, штука полезная. И ее плюсы я вам описал. А для записи влога, когда камера стоит на штативе, и вы в нее говорите, я использую переходничок-пустышку, которая работает от сети 220. Я не буду сейчас это мешать в одну кучу, я, наверное, сделаю отдельный видосик для питания от сети. Потому что тоже полезная функция, и о ней я расскажу в другом видео. Так что, решать, в общем-то, вам минусов нет, но плюсы тоже достаточно призрачные. Покупка батарейного блока у меня получилась достаточно бесполезной функцией. И вот полезно-неполезно я, скорее, отнесу в сторону неполезно. Хотя штука прикольная и невредная. Соответственно, если у вас есть какие-то важные нюансы из тех плюсов, которые я перечислил, то тогда берите. Тем более, стоят они недорого. И для некоторых маленьких камер это действительно удобно. И они слишком маленькие, им просто необходим батарейный блок. Если же хват удобный, то менять батарейки не проблема. За деньги, которые вы потратите на батарейный блок, можно спокойненько купить просто аккумуляторов. Вот так, друзья мои. Это мой опыт использования батарейного блока. И я хочу, чтобы вы не спотыкались на тех пенечках, на которых уже споткнулся я. Поэтому все свои вот такие вот опыт использования стараюсь вам рассказывать, чтобы вам это, может быть, в жизни пригодилось. С вами был Сергей Блинов на канале VideoZoneXL. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, если подписываетесь, потому что у меня уже скоро 3000 подписчиков. Для меня это тоже такой юбилейчик. До встречи, ребят, на новых видосиках, каких-нибудь полезных и интересных. Пока.